Привет! Ты на канале Эдукар. И за последнюю неделю, что мы с тобой не виделись, накопились некоторые новости для абитуриентов. Давай же о них и поговорим сегодня. Министерство образования уже определилось с планом приема на специальности вузы и колледжи. Что такое план приема, поясню немножко. Это сколько человек, сколько абитуриентов возьмут на ту или иную специальность. Есть отдельный план приема на бюджет, есть на платное. Так вот, этот план приема в этом году примерно останется таким же, как и в прошлом. Может быть, плюс-минус 5 мест на разные специальности. Данные по цифрам есть уже на сайтах вузов, они публикуются с 1 апреля, так что заходи, изучай. А совсем скоро появится вся эта информация у нас в каталоге учебных заведений. Ссылочку мы, конечно же, оставим в описании. И, кстати, еще одна очень хорошая новость для тебя. В этом году возьмут чуть больше абитуриентов вуза. Если в прошлом году это было 51 тысяча человек, то в этом году целых 54. Эти места появились за счет новых специальностей и новых форм этих же специальностей. Вся эта информация тебе пригодится для того, чтобы прогнозировать свои шансы для поступления. Как анализировать и предугадывать проходной балл мы уже рассказывали в одном из наших видео. Ссылочку на него оставим в описании. И напомню, что ЦТ в этом году начинается 16 июня с белорусского языка. Все остальные даты Министерства образования расскажут чуть позже. Как только это будет, мы снимем для тебя еще одно видео. Ну и регистрация на ЦТ начнется со 2 мая и зарешится 1 июня, как обычно. В прошлом нашем новостном видео мы уже говорили, что школьные экзамены в этом году продлятся с 1 июня по 9 июня. А давайте теперь поговорим о конкретных датах, например, для девятиклассников. Девятиклассники в этом году сдают экзамены 2, 4 и 8 июня. Это будут диктанты по русскому языку, белорусскому языку и контрольная работа по математике. Одиннадцатиклассники сдадут школьные экзамены 1, 3 и 7 июня. Это будут письменные экзамены, то есть изложение по русскому языку, белорусскому языку и контрольная по математике на базовом и профильном уровне. Ну вот даты экзаменов по иностранным языкам и истории Беларуси, это устные экзамены, школа определяет самостоятельно. Также выпускники базовых одиннадцатых классов сдадут экзамен по трудовому обучению. По результатам этого экзамена будут выдаваться свидетельства с присвоением квалификации по профессии. Однако эта отметка не будет влиять на годовую, последняя же будет формироваться средним арифметическим из отметок по четвертям. У абитуриентов этого года появилась возможность сдать третий РТАП РТ онлайн. Для этого тебе нужно зайти в личный кабинет на сайте РИКС, зарегистрироваться, оплатить 7 за 60, как обычно, и пройти тест, получить свой результат. Обязательно его пройти, чтобы знать, какие задания попадутся на реальном ЦТ. Так как подготовка к ЦТ близится к своему логическому завершению, мы открыли регистрацию на итоговые занятия перед ЦТ. На них мы за 4 часа повторим, систематизируем все знания, где-то заполним пробелы и потренируемся в последний раз решать типичное задание ЦТ. Ссылочка будет в описании, обязательно переходи, регистрируйся сейчас, потому что действует скидочка. На этом все, буду очень рада видеть много лайков под этим видео, подписки, а также отмеченные красным колокольчики, чтобы ты не пропускал следующие видео. Ну что ж, до следующего раза! До свидания! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok